Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Она привлекована к специальной военной операции. Творить добро и любить родину – мотивы добровольцев. Один из них – Марат Айбазов. Он приехал в родные края в краткосрочный отпуск в территории боевых действий. Альбина Ламкова встретилась с патриотом страны. Отец, мать, дети. Есть за что бороться, есть за что. И вот эти мысли трудную минуту подбадривают, скажем так, и отдельно стимулируют. Марат Айбазов доброволец. Его позывной «Сармат». Он выполняет поставленные руководством страны задачи в составе интернациональной бригады «Пятнашка» под командованием Ахрай Авидзба. Совсем недавно Марат был в эфире очередного выпуска авторской программы Павла Кукушкина. Рассказал об одном из штурмов. Блиндаж за блиндажом потихоньку укреплялись, зачищали, брали пленных, продвигались все глубь-глубь. И пацаны наши не подвели. Все нормально. Сегодня бесстрашный доброволец в кругу семьи Марат говорит, что не смог остаться в стороне в сложное для России время и отправился на специальную военную операцию в 2022 году. Вначале он возил гуманитарную помощь бойцам. Общаясь с людьми, понял, что он нужен ребятам на передовой. «Кроме нас это никто не сделает. Это наша страна. Мы должны сейчас отстаивать. В современной истории мы должны найти место для этой страны. Какое место будет. Это зависит от нас. Это меня гложило изнутри, что я должен был там находиться. Вот так. Собрал вещи. Дома сказал, что мне на работу. Просто по своей профессии. Я раньше в МВД работал». На вопрос, почему в составе бригады пятнашка. Ответ прост. Особый дух батальона. А главное, своих не бросают. «Для меня было важно, если даже со мной что-то случится, чтобы я вернулся домой. Вот. Чтобы похоронили меня дома, скажем так. И пятнашка – это единственное подразделение, в котором ни одного человека на той стороне не осталось. С первых дней я зашел к командиру. Мы с ним познакомились. Мы с первых дней друг друга поняли». Сейчас Марат Айбазов дома. Его краткосрочный отпуск – радость для родных. Конечно же, семья и особенно дети все время в ожидании хороших новостей. И ждут возвращения домой. С большим удовольствием, как и в прежнее время, Марат играет с детьми. Они и не думают о том, что отец их вновь уедет. «Спрашивают постоянно, где ты живешь, когда ты приедешь. Забери нас к себе. Думают, он на работе. Переживаем все равно, нервничаем. Каждый раз нам говорят, что он скоро вернется. Это слово уже скоро, скоро. Через месяц, через два. Первый раз, когда он уехал, он нас вообще обманул». Безусловно, сегодня тяжелее всего родным, проводя время в разлуке, в ожидании любимого сына. Все, что им остается, это верить, ждать и молиться. И можно только восхищаться мужеством и терпением этих удивительных людей. Мама Марата, Фатима, говорит, что сын пошел по стопам родного дяди. «Моего брата пошел. Да, он военный, генерал он у нас. Но вот он, наверное, по стопам его. С детства он любит. Сперва как-то было очень тяжело. Очень тяжело. Но это его выбор. Потом мы тоже осознали, кто будет защищать, если не они. Там же все такие ребята». Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Черкесске проверяли общественные территории. Оценку безопасности детских и спортивных площадок, расположенных в парках региональной столицы, предстояло дать представителям штаба общественной поддержки Карачаева-Черкесии, городских управлений образований и ЖКХ, Думы Черкесской, а также аппарата, уполномоченного по правам ребенка в нашей республике. Члены рабочей группы посетили игровые зоны на аллеях по улице Даватора и по Кровском парке и обратили внимание на поломки и недочеты, оставшиеся без внимания обслуживающих организаций. «Акцент во время мониторинга делается на безопасность, на травмоопасные участки детских и спортивных площадок. Все они фиксируются, в дальнейшем все они будут собраны в один реестр и переданы организации, займющиеся обслуживанием данных спортивных и детских площадок с предписанием и ходатайствами об устранении выявленных маршинами». Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 9, а днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Продолжаем наш выпуск. Отправлен очередной груз в зону СВО бойцам из Карачаева-Черкесии. Он был сформирован по обращению командования 34-й отдельной мотострелковой горной бритвы. Постоянная связь с нашими бойцами позволяет узнавать об их потребностях и оперативно реагировать на их заявки. Что на этот раз отправили военнослужащим и кто еще оказывает им постоянную помощь, узнавала Алла Качаева. Легкая мототехника и дополнительное техническое оснащение – все это необходимо нашим бойцам в выполнении боевых задач на передовой. Очередной гуманитарный груз был укомплектован под эгидой Единого республиканского штаба при главе республики Рашиди-Тимрезове, созданном для оказания всесторонней помощи военнослужащим из Карачаева-Черкесии, который принимает участие в специальной военной операции. Сейчас мы сформировали очередной груз, в состав которого вышла сейчас легкая техника, моторные, мотоциклы в основном необходимые для фронта, квадрокоптеры, тепловизоры. И в этот раз мы еще направляем на фронт эгидроны, которая собрана на территории республики. У нас собственное производство открылось, и техническая база у нас есть, мы можем уже направлять и сложные технические вещи, которые созданы у нас в регионе. Поддержка бойцам, которые сегодня борются с нацизмом, руководством Карачаева-Черкесии оказывается с первых дней спецопераций. Хотелось бы сказать, что с начала специальной военной операции правительства Карачаева-Черкесии на постоянной основе оказывает монетарную помощь в 34-й отдельном объекте. Правительство Карачаева-Черкесии представляет тот перечень монетарной помощи, который действительно необходим фронту. В частности, это мотоциклы, квадроциклы, автомобиль повышенной прохладимости, квадрокоптеры. Это то, что действительно необходимо товарищам, моим товарищам на фронте. Свой вклад в победу вносят и студенты Северокавказской академии. По инициативе ректора ВУЗа организована волонтерская деятельность для учащихся, в которой активно участвуют более 250 молодых людей. Студенты Северокавказской государственной академии, в частности Медицинского института, с середины 2022 года, с июня месяца, оказывают активную помощь военному госпиталю Министерства обороны Российской Федерации, города Ростова, оказывают активную помощь в качестве среднего медицинского персонала, в качестве младшего медицинского персонала, выполняют всю необходимую помощь, начиная с транспортировки больных, также выполняют перевязки различного вида инъекций, внутримышечные и внутривенные инъекции, также ассоциируют врачам-хирургам на трудоемких хирургических операциях. Мы узнали от наших однокурсников, от наших старших, что есть возможность поехать в военный госпиталь, и поэтому решили отправиться туда, чтобы оказывать помощь как самому персоналу госпиталя, так и военным, раненым военным. Каждая помощь важна. Аула Качиева, Вести, Карачаева, Черкесия. Семь ветеранов СВО из Карачаева, Черкесии примут участие в межрегиональном физкультурном мероприятии Кубок защитников Отечества, который пройдет 15 августа в Ставрополе. Сейчас ребята готовятся к соревнованиям под руководством опытных тренеров. Алихан Лепшоков, далее. Занятие спортом. Для этих ребят возможность отвлечься и войти в калию мирной жизни. Сейчас они готовятся принять участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии Кубок защитников Отечества. Для нас очень важно, чтобы наши ребята, которые были на СВО, могли адаптироваться. И поэтому проведение таких спортивных состязаний позволят им проявить себя в спорте и набраться сил, отмечает представитель регионального отделения Фонда защитников Отечества. Эти ребята, они наши герои, герои нашего времени, если так сказать. С их стороны они не теряются. Наш фонд помогает им вернуться в нормальное русло, в русло мирной жизни. Это удается за счет увлечения их в спорт. В частности, сейчас они готовятся к Кубку защитников Отечества. Нашу команду будет представлять команда из семи человек. Они будут соревноваться по шести дисциплинам. Это волейбол, сити, это основная дисциплина для всех участников команды. Кроме этого, настольный теннис, ангрестинг, пауэрлифтинг, жим лежа, вот я уже говорил, и пулевая стрельба, стрельба из лука. Ветеран СВО Андрей Руденко будет представлять Карачаева-Черкесию в таких спортивных дисциплинах, как настольный теннис, пулевая стрельба и волейбол. Несмотря на полученное ранение в зоне спецоперации, Андрей активно продолжает заниматься спортом. Несмотря на ту ситуацию, которая со мной произошла, спасибо вот этим людям, которые организовались, мы чувствуем себя, как говорится, настоящими людьми, которые не брошены в эту минуту, в эту ситуацию, как бы, ну, реально помогают нам такими же оставаться, как мы и были раньше. Тренировки идут активными темпами. Нам необходимо быть в хорошей физической форме не только для участия в соревнованиях, но и укреплять здоровье, отмечают ветераны СВО. Настрой боевой. Ну, попробуем победить, а там как пойдет. Главное, что не победа, а участие. Мне проще ходить после травмы. И удобнее стало. И общение, самое главное, и отвлекает от всего. Совсем скоро наши ребята примут участие в межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии Кубок защитников Отечества, который пройдет 15 августа в Ставрополе. Альхан Эпшоков, Виктория Карпенко, Вести, Калячаева, Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Далее блок политической рекламы, а после смотрите продолжение фильма «Московский роман». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин